Здравствуйте! С вами Смогул Фазомат. В эфире Atomicen. Бизнес-программа в курсе. Восстановление акций закрылись в красной зоне. Основной причиной падения индекса Кассе стало заметное снижение цен на акции Казминералс, которые упали почти на 3,5% до 2544 тенге. Бумаги производственной компании снизились после заметного роста на прошлой неделе. Похожие инвесторы решили зафиксировать свои позиции после вчерашнего почти 2,5% снижения цен на медь. Частично восстановиться после вчерашнего падения смогли акции Народного банка и Казахтелеком. Бумаги банка выросли в цене почти на 1,5%, долевые инструменты телекоммуникационной компании подорожали на 0,7%. Сегодня на Кассе состоялось два размещения облигаций. Акимат Жамбылской области в рамках реализации государственных программ разместил двухлетние бумаги на сумму 726 млн тенге. Евразийский банк развития разместил на Кассе четырехлетние облигации на сумму 20 млрд тенге под 9,7% годовых. Всего было удовлетворено 4 заявки. Доходность однодневных долларовых свопов после снижения накануне сегодня выросла на 64 базисных пункта до 7,44% годовых. Доходность операции РИПО с государственными ценными бумагами сроком на один день после достаточно длительной консолидации на уровне 8,25% годовых повысились сегодня на 11 базисных пункта до 8,36%. Объем открытой позиции по нотам Национального банка продолжает расти устойчивым темпом, все ближе приближаясь к 4 трлн тенге. Увеличение портфеля происходит за счет роста спроса на краткосрочные инструменты Национального банка со стороны рынка. Так, сегодня регулятор разместил вне биржи семидневные ноты на сумму 230 млрд тенге под 8,77% годовых. Спрос на ноты превысил предложение на 10%. Средизвестный курс доллара США сегодня снизился на 1 тенге 3 тиин до уровня 370 тенге 85 тиин. Объем торгов составил 60 млн долларов США. Торги валютной пары доллар-тенге продолжают проходить на небольших объемах. Сегодня тенге укрепился вслед за рублем, который к моменту закрытия торгов на косе растет относительно американца на 0,4% до 65 рубля 99 копеек. Тем временем рубль к тенге после однодневной передышки отступил от своих мартовских вершин, снизившись до уровня 5 тенге 62 тиин при объеме торгов 13 млн. рублей. Сделок с евро сегодня на косе заключено не было. Курс юаня с расчетами на завтра остановился на отметке 53 тенге 48 тиин. Объем сделок достиг 100 тысяч юаней. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии.